Музыка Меня зовут Рифат, по национальности я нагаец, а мой друг Константин, казак. Константин заместитель атамана хуторского казачьего общества Сургут. Костя занимается возрождением казачьей культуры, популяризацией казачьих общих и военно-патриотических объединений среди молодежи Сургута и Сургутского района. Я считаю, что он вносит бесценный вклад в воспитание подрастающего поколения. Мне очень хочется вырастить своих преемников настоящими казаками, чтобы они знали, что такое нагайка и чем, например, отличается шашка от кинжала. Чтобы умели с этим оружием обращаться, чтобы они имели представление о традиционной казачьей одежде, понимали, к какому войску принадлежит тот или иной элемент. Всему этому я стараюсь их научить, вкладывая в их голову как можно больше информации о казачьей культуре, чтобы передавали они ее следующим поколениям. Если говорить об известных представителях казачьего сословия, то сразу на ум приходит одно имя – Ермак. Основной вклад атамана Ермака – присоединение Сибири к русскому государству во времена правления Ивана Грозного. В служении Руси Ермак с дружиной посвятили свои жизни. С таким же атаманом, настоящим патриотом, готовым жизнь отдать для свою родину, у меня ассоциируется мой друг Костя. Мой друг Рифат Магаец. Я – казак. Мы с Рифатом работаем над укреплением межнациональных отношений. Участвуем в реализации проекта «Вместе на страже Родины» в рамках программы «Президентский грант». В этом проекте представители различных национальностей будут участвовать в соревнованиях, конкурсах. Присутствие командного духа и общие цели будут укреплять межнациональные отношения, объединять представителей разных народов и способствовать их дружбе. Мой друг – казак. А кто твой друг? Меня зовут Юлия, я русская, а это мой друг Владимир, он армянин. Владимир работает водителем маршрутного такси и ежедневно перевозит огромное количество людей. Он очень работоспособный, пунктуальный и очень ответственно относится к своей работе. Кроме того, Владимир – общественный активист. У него много идей. Он постоянно организовывает различные акции. Например, уже третий год подряд он проводит благотворительную акцию «Единство милосердия». И, конечно же, у него есть благодарственные письма, грамоты. И самое главное, он был удостоен премии губернатора Югры. А в свободное время Владимир лепит скульптуру из гипса и пишет стихи. Стихи пишу на армянском и на русском языках. Мой любимый поэт Ширас, он армянин. Именно его творчество вдохновляет меня писать, жить и быть достойным армянином. А меня вдохновляет Владимир. Дело в том, что он очень вкусно готовит традиционные армянские блюда. Именно он научил меня готовить царский армянский рулет в лаваше. Дома часто готовим хаш. Это популярное армянское блюдо. А когда выезжаем на природу, то, естественно, готовим шашлыки, люля-кабак и обязательно овощные шашлыки. Есть даже армянская народная мудрость. Там, где есть хорошие шашлыки, там и овощам место найдется. Владимир действительно носитель армянской народной мудрости. И благодаря ему я теперь сама часто повторяю армянские поговорки. Например, такие «делай для меня, учись для себя». Ну или «моя любимая поговорка». Правда, лучше преподносить шуткой. В детстве я слышал эти поговорки от деда, от родителей. Перенимал нашу народную мудрость. А теперь делю зей с друзьями и передаю своим детям. Мой друг армянской национальности. А кто твой друг? Меня зовут Валерия. Я белорусска. А мой друг Муслим – чеченец. Муслим, как и я, студент Сургутского государственного университета. Он приехал в Сургут из Дагестана, чтобы учиться на врачах. Сейчас он на шестом курсе факультета лечебное дело. Его будущая специальность – невролог. После окончания шестого курса Муслиму предстоит еще два года ординатуры. Я бы очень хотела иметь такое же терпение, чтобы учиться в восемь лет. Про врачей говорят, что они вообще учатся всю свою жизнь. Поэтому на восьмилетнем обучении мое образование не закончится. Что касается работы, то я планирую остаться работать в Сургуте после окончания университета. Югра за время моего обучения успела стать моим вторым домом, второй родиной. Муслим – очень гостеприимный человек. У него всегда есть чем областить друзей, которые проходят с ними в гости в общежитие. Муслим так воспитан, потому что в Чеченской республике законное гостеприимство священное. Даже враг, если придет в дом чеченца гостем, будет окружен заботой и вниманием. А еще неотъемлемая часть культуры чеченского народа – это уважительное отношение к старшим. А отличительная черта характера чеченцев – честность. Чеченцы очень свободолюбивы народ. За всю историю существования этой нации у них не было в обществе ни царей, ни князей, ни феодалов. Это ярко описывает в своем романе «Долгие ночи» советский и чеченский писатель Абузара Абиньор. Мой друг чеченской национальности. А кто твой друг? Меня зовут Аскандер. Я азербайджанец. Мой друг Умар – таджик. Умар работает переводчиком. Он оказывает своим землякам медицинскую помощь, консультирует их. В определенные дни мы собираем людей, которым нужна будет им помощь, и указываем, какой путь выйти из этих проблем нет. Участвует в различных национальных мероприятиях, проводит флешмобы. У него очень много грамот. Он этим может подтвердить, что он вносит огромный вклад в развитие Югры. Мой друг продвигает здоровый образ жизни в молодежную среду. Мы хотим, чтобы наши молодежи были здоровыми и целеустремленными. Я знаю, что любимый поэт Умара – это Есенин. Он часто его цитирует. К тому же Умар сам очень давно пишет стихи. Ну, я стихотворение начинал писать в 91-м году. В основном, это мои стихи. Можно назвать белые стихи. И про родину, про маму, про любовь. Таджикистан, Таджикистан, цветущий рай. Таджикистан, Таджикистан, земля родная, вскормившая меня. Вот именно, кстати, эти строки про цитированные, напечатанные в книге Игра Многоликова. Также я хочу сказать, что Умар просто восхитительно готовит. Ну, я люблю готовить плов, шурпа, национальные блюда, которые я в основном, можно сказать, я изучал рецепт приготовления плова, сладобных, в больших объемах, у папы. У Умара есть национальная одежда. Он ее надевает только в особых случаях. Вот у меня есть головной убор мужской, который вот у меня на голову. Вот оно означает тоже символ четыре стороны мира и означает мужской характер. Вот узоры, которые у меня вот на халате, можно сказать, джоме, это означает символ солнца, здоровый образ жизни, богатства и долголетия. Мой друг таджикской национальности. А кто твой друг? Меня зовут Сауле, я казашка. Моя подруга Маргарита – украинка. Рита, как и я, студентка первого курса Сургутского государственного университета. Она учится на кафте режиссуры, и у нее очень интересная будущая специальность. Маргарита будет руководителем любительского театра. А в свободное время Рита занимается хореографией. Танцует в ансамбле народного танца «Сибирский сувенир». Я родилась в Югре, в Лангепасе. Я очень люблю свой край, поэтому решила не уезжать далеко на учебу, а выбрала город Сургут. Здесь же, в Сургуте, я планирую остаться и работать после университета. Рита вкусно готовит. За время нашей дружбы я успела понять, что украинцы очень любят покушать. Каждое застолье у них – это обилие аппетитных и сытых блюд. В их кухне вкуснейшие мучные изделия – вареники, пампушки. Недавно Рита научила меня готовить галушки с творогом. А я, в свою очередь, учу подругу готовить блюда казахской кухни. Лишь бармак, плов и булсаки. А вот еще одна неотъемлемая часть наследия моего народа – национальный украинский костюм. Он состоит из блузки, юбки и головного убора. Просто, но красиво, правда? В моем народе вообще живет врожденная страсть к красоте. Например, вы знали, что украинская гривна признавалась международным банком красивейшей валютой? Я – казашка, Рита – украинка. Мы живем в многонациональной стране России. И, на мой взгляд, это очень важно – чтить традиции своего народа. Не забывать, откуда идут твои корни. Моя подруга – украинка. А кто твой друг? Редактор субтитров А.Семкин